Дорогие друзья, сегодня у нас выдалась счастливая возможность поговорить с писателем Тамарой Михеевой. Тамара, здравствуйте. Здравствуйте. Хочется поблагодарить прежде всего издательство Абрикабукс, Российскую государственную детскую библиотеку и вообще всех, кто занимается детской литературой, потому что благодаря всеобщим усилиям возможны такие вот замечательные встречи. Для тех, кто не в курсе, кто сегодня наш собеседник с вами, Тамара заслуженный, хоть и достаточно молодой писатель, участник всевозможных семинаров молодых писателей, это и знаменитые детские писатели «Вокруг Дед Гиза», это и «Липки», которые уже давно не в «Липках» проходят, и другие, лауреат литературных премий, в том числе премии Сергея Михалкова, лауреат, дипломант всевозможных опять же конкурсов и член жюри премии, которую я очень уважаю, это премия имени Крапивина. Вот один из тех людей, которые делают Крапивинку. Почетнее этого мало что есть в современной детской литературе, но это по моему мнению. А самое главное, автор замечательных книг в самых разных жанрах. И эти жанры, они какие-то близки к традиционной советской детской прозе, о детстве, о лете, о прекрасных впечатлениях, какие-то от нее достаточно далеко уходят, но каждая книга совершенно четко выделяется на общем фоне, запоминается читателям, и вот у Тамары Михеевой своя собственная очень такая цельная аудитория, такая вот группа поддержки. Ну и последнее, что я хотел бы сказать, что сегодня мы говорим о какой-то новации, если не ошибаюсь, поскольку цикл повестей, о котором идет речь, это фэнтезийные повести для вас. Может быть дебют в этом жанре, я прав? Да, пожалуй, да. Вот, хорошо. А Тамара, расскажите немножко о себе, пожалуйста, потому что, может быть, я набрал что-то? Набрали немножко. Просто я уже не являюсь членом Крапивинской премии уже года три, наверное. Ну, в общем, вот восемь лет я была в жюри, да, в составе. Это одно из самых, конечно, таких удивительных периодов в моей жизни, очень захватывающих, очень насыщенных и невероятно интересных, но мне кажется, что вообще жюри в любом конкурсе должно меняться время от времени, нужно обновлять кровь, и ты сам устаешь и становишься уже, ну, это чувствуется некая такая усталость от процесса, и, может быть, где-то в чем-то предвзятость даже уже начинается. И когда я себя поймала на этом, я решила, что хватит. Вот, поэтому сейчас Крапивинкой занимаются другие люди, потому что мы как-то хором ушли, я и Света Лаврова, и Оля, ну, в общем, Колпакова, да, как-то у нас так получилось, такая смена состава. Вот, что еще сказать? Ну, это внутренний взгляд на вещи, да, спокойный, взвешенный, да, и действительно, вы абсолютно правы, Тамара, это должно происходить, должна происходить какая-то смена поколений, да, литературных. Да. Но самое-то главное, то, что 8 лет – это гигантский стаж. Вот, говорю со всем знанием дела, для литературной премии это очень большой срок работы, и то, что вы тянули этот ВОЗ 8 лет вместе с коллегами, это очень подчеркно. Это было очень интересно, это было очень интересно, и я вот прям, ну, не то чтобы горжу, ну, да, наверное, можно сказать, что я горжусь вообще нашей командой, потому что мы действительно открыли очень много интересных имен для детской литературы, и, конечно, это всегда думать об этом трепетно и как-то вот так прям хорошо. Ну, поздравляю, в общем, с этим опытом. А еще хочу похвастаться, что мы с вами заканчивали один и тот же «Альма-Матер» в каком-то смысле, да, литературный институт имени Горького. И я почитал, что вы посещали мастерскую Романа Сефа. Да, да, я застала еще Романа Семеновича, и они вместе с Александром Торопцевым. Я училась специально не у них, потому что со мной произошел забавный случай, когда я поступала, подавала документы, я не знала, что есть отделение детской литературы, я подавала, ну, подалась просто на прозу. Я думала, вот есть поэзия, есть проза, и все. Вот. Очень быстро стало понятно, что я не взрослый писатель, но мой мастер, он сказал, я тебя набрал, я тебя и выпущу. И он меня на детскую не отпустил. Ну, тогда вот я стала просто факультативно ходить к Сефу и Торопцеву, и, конечно, это колоссальный опыт, и, пожалуй, вот даже не разбор каких-то, потому что у них были свои студенты, меня у них никогда не разбирали, но просто само общение, особенно с Романом Семеновичем, дало очень-очень много. Хотя говорил мало, говорил редко, но всегда очень так. Хорошо. Ну, вот я тоже могу согласиться, обучение в творческой мастерской, как это построено в литературном институте, оно не укладывается ни в какие формулы, стандарты, да, это такое общение живое. И я тоже, конечно, очень благодарен своим мастерам, это Балашко, Эдуард Владимирович, поэзия, поэтому, скорее всего, вам не знакомо, да. Может быть. Да, значит, Алексей Тимотков, Эдуард Балашов. Но посещал я разные семинары, и вот Татьяна Александровна Бек и Сергей Иванович Чупринин, они вели семинары. Значит, я бывал у них в гостях, у Игоря Волгина бывал в гостях, но не как студийц, он совмещал, значит, свой семинар и студию лучше знаменитую. Ладно, мы предавались воспоминаниям, а у нас впереди еще долгий путь. Путь длинной, насколько я понимаю, в семь томов, и это не просто символика цифры, потому что семь прях – это такой большой, очень масштабный цикл, правильно? Ну, я надеюсь, что так будет. То есть, мне так хотелось бы, скажем так. Я, не то чтобы я суеверна, но я понимаю, что загадывать что-либо сложно, и хотя у меня есть некий план в голове по поводу этого цикла. Сейчас я пишу пятую книгу, и я, конечно, знаю, что будет в шестой и в седьмой, но, в общем, пока я так очень осторожно говорю, что да, я планирую семь книг. Хорошо. Планы держим в тайне, но говорим об уже вышедшем. Вышли два первых тома – Мия и Кьяра, это женские имена, девичьи точнее, и Тайрин на следующей неделе уже будет у читателей. Третий том, долгожданный. Я хочу вам сказать, что семь прях – это очень масштабная вещь. Не потому, что она сверхсложная по содержанию. Нет. Отталкиваясь от стандартного жанра фэнтези, да, вы просто строите очень объемный, очень разнообразный, очень насыщенный взаимоотношениями между персонажами мир. Все большие циклы так и строятся. Они никогда не идут к каким-то сквозной линии, хотя есть, конечно, сквозные персонажи, есть локации, которые идут из книги в книгу, да, это понятно. Но, честно говоря, каждая книга преподносит сюрпризы прям маленькие. Это я могу гарантировать любому читателю. Да, спасибо, мне так и хотелось. Да. Начнем с самого начала. Почему героини у нас девочки? Мне они очень нравятся. Мне вообще нравятся женские персонажи, поскольку мальчишками, начиная с 19 века, детская литература переполнена. А девочки у нас все либо принцессы, такие, значит, да, на цыпочках, вот, значит, либо это какие-то, ну, мальчишки в юбках, фактически, да. А вот у вас очень-очень такие живые такие, похожие на настоящих девочки, да, настоящие совершенно. И при этом они вот главные героини, очень, я бы сказал, такие активные. Почему? Ну, наверное, потому что я сама девочка. Вряд ли бы у меня получилось правдоподобно написать главного героя мальчика. Хотя, не знаю, может быть, и получилось бы, потому что я не думаю, что уж очень-очень сильно мы отличаемся. Все-таки мы люди, в первую очередь. Но это не было моей сверхзадачей. Я не говорила себе, что вот, я хочу написать цикл, где вот будут одни девчонки, они будут рулить, они будут такие сильные, все мальчишки где-то там, на периферии. Нет, просто изначально этот мир, ну, этого цикла, он таков, что... Ну, потому что пряха – это женщина. Да, да. Не знаю, как сказать точнее. Потому что, ну, так вот, наверное, природа устроена, что наше мироздание, оно именно создаётся и женщины. Наверное, поэтому. Мне очень близко это, потому что мне как раз нравятся персонажи типа Жени Асинкина из «Дела, Делов, Ужасов», «Дения Жени Асинки», «Мариета Чудаковы». Там очень с активной жизненной позицией персонаж. Там действительно девочка, вот она такая. И ещё в отношении наших юных читателей, мужеского пола, мальчишкам должно понравиться, потому что есть такой эффект, эффект зрителя. Когда я в детстве читал, и многие это подмечали, это, конечно, не моя мысль, не я придумал. Вот. Меня очень смущало в персонажах мальчишках, то, что они, вот, например, у любимого Крапивина, да, они очень смелые. Не слишком ли смелые? Они очень честные. Слишком честные. Я таким никогда не был, да. Они какие-то такие, с которыми мне сложно было себя идентифицировать. А тут не надо себя сопоставлять с героем, потому что герой – девчонка. Как можете сопоставлять себя с девчонкой? Вы что в самом деле, да? Читаешь, тебе интересно, ты наслаждаешься сюжетом, всеми, значит, радостями, которые приносит книга, но ты при этом не испытываешь вот этого чувства смущения, а я бы так смог, потому что не надо ставить себя в такой... Это что-то у нас глубоко заложенное гендерное, но это как бы к вопросу тех наших зрителей, кто скажет, ну, это книжки не для мальчишек, их не за чем читать. Вовсе нет. Еще как для мальчишек. И там есть очень многие идеи, я бы сказал, философские, которые мне страшно нравятся. Несмотря на остроприключенческий сюжет, вот чего-чего, а в «Семи пряхах» погонь, значит, пряток, чудесных спасений, встречи, развук, ну, просто, просто да. Все индийское кино замерло в ожидании следующей книги. Потому что такого, да, это... Таковы законы жанра. Должны обязательно происходить приключения. Но там очень глубокие философские идеи. Первый вопрос, который я хотел бы задать, как вам пришла в голову мысль, которую лучше всего описать не из книги, цитируя, а, например, картинку приводя. Вот есть у Мориса Эйшера, моего любимого художника, одного из любимых, такая гравюра. Там две рисующие руки рисуют друг друга. Одна, значит, в каждый карандаш, и вот они рисуют. Персонажа нет, больше ничего нету, просто две руки. Каждое из небытия создает себя же саму. Точно, зеркальное свое отражение. Вот в этом цикле есть книга. Эта книга одновременно и содержит мир, в котором все происходит, и одновременно является инструментом по путешествию между мирами, по, значит, для судеб героев. И книга такая не одна, и открывательница путей тоже не одна. И самое удивительное, что мы все, конечно, Мойры, которые ткут нить судьбы и так далее, но ведь они же нить и своей собственной судьбы тоже ткут. Это тоже очень важно, да. Вот это вот закольцованность, вот это вот удивительный парадокс. Мы все живем как персонажи в написанной книге и одновременно сами ее пишем. Вот он, как вы считаете, юным читателям доступен, такая мысль им нужна, или это вот что-то из взрослой литературы жизни? Ну, я как-то очень верю в своих читателей, сколько бы лет им ни было. Я, конечно, понимаю, что люди с разной читательской подготовкой и разным, ну, просто жизненным опытом, они считывают разное. И я понимаю, что, ну, вот вы прочитали так, а другой человек прочитает по-другому. А когда, например, о пряхах пишет моя прекрасная подруга Екатерина Харитонова научную работу, я читаю, я вообще не понимаю, как я могла про это написать, потому что мне кажется, я не заглатывала таких глубоких смыслов. Я не знаю, поймут ли читатели. мне хочется верить, что я просто рассказываю некую историю, которая отзовётся. И если там вдруг возникают какие-то глубинные подтексты, которые, ну, честно говоря, даже мне не всегда самой доступны, то, ну, почему нет? Ну, пусть будет. Это же, наверное, самое прекрасное в чтении, что каждый читает свою книгу. И в этом и смысл, чтобы каждый читал свою книгу. Получается, что мы тоже все её дописываем. Ну, хотя бы какие-то маргиналии на полях оставляем. Вот. У вас уже в первой части, в МИИ, а в Кьяре это развивается сильно и дальше выливается прям вот в совсем-таки нешуточные вещи в Тайрин, намечается контур мира, где всё это происходит. Я не сильно сделаю спойлер, если скажу, что это мультивселенная, что там существуют пути между мирами и что каждый мир немножко отличается от других, но есть нюансы. Я бы сказал то, что на жаргоне таком вот критиков и окололитературных персонажей называется социалочкой. Это действительно империя с завоевательными войнами, это действительно, значит, содружество семи островов, это действительно хаттавар, страна по всем признакам отставы, что там, господи, пастухи, деревушки и так далее, но при этом, скажем так, не облагороженные цивилизации, а значит, непорабощенные. Вот. И жертвы всего происходящего, потому что всё это закономерно не может не приводить к конфликтам, и вот мы как раз последствия одного из таких конфликтов прямо на страницах первого же тома «Мия» имеем. Не в самом начале, там история идёт личная очень, про любовь, конечно же, и такая прям вот спасибо за последнюю страницу, большое человеческое. Потому что это, как представишь, так тепло на сердце становится, но это отдельная линия главных персонажей. А там есть вот такой фон. В связи с этим я хочу спросить. Первое-наперво это напоминает, ну, как минимум, не знаю, обитаемый остров Стругацких. Это действительно очень такая серьёзная вещь. Как вы относитесь к жанру антиутопии, и надо ли детям лет 12-14 об этом вообще читать? Может быть, у них там всё ограничится личным конфликтом, ну, там, спором из-за красоты добрых и злых волшебниц, как это в сказках с детства знакомых. Что ж там так вот всё прям всерьёзно? Ну, я сама очень люблю антиутопию. Это мой любимый жанр. И я, честно говоря, даже однажды на него замахнулась, но потом отложила, а потом случилась пандемия, и мне стало страшно, и я боюсь вообще теперь возвращаться туда. И я глубоко убеждена, что антиутопия — это может быть единственный жанр, который доступен, который может научить и рассказать нам о том, о чём говорить либо нельзя, либо сложно. И именно людям 12-14 лет нужно это читать. Потому что, ну, как ни пафосно это звучит, они — будущее. И будет у нас утопия, антиутопия, или отсталый хаталар, или захванческая империя. Будет зависеть исключительно от них. И чем больше вариантов антиутопий они через себя пропустят, чем больше вариантов развития событий они смогут осмыслить, тем больше у нас шансов и жить в свободном и красивом мире. В мире без войн, прежде всего. Да. Потому что там, когда человек прослеживается, это очень важно. Это какое-то такое граничное условие, без которого никак. Но есть к этому какие-то пути, поскольку, конечно, когда мы понимаем, кто такие Си, Рич, Арс, да, когда мы общаемся непосредственно уже с Сашей, с Алехиным и так далее. Вот. Несмотря на совершенно сказочные декорации, ну, там есть прямые отсылки к Хогвартсу, например, да, школа дорог и мостов — это же такое комбинаторное здание, здание, каждая часть которого находится в разной реальности, они, соответственно, перемешиваются, там, такой дом тысячи дверей. Это совершенно как бы традиционное фэнтезийное место, да, общее. Но есть там такая ощутимая чёткая нотка, которая и благодаря русским именам и фамилиям, во-первых, и благодаря всевозможной вот этой вот прекрасному канцеляриту, который там появляется в маленьком вступлении, во-вторых, вклинивается. Это, конечно, тема прогрессорства. Ребята, не просто так, это всё не просто так, и вы об этом убедитесь, и дальше ещё будете читать в других томах. Но верите ли вы в прогрессорство? Может ли более сильная, развитая планета, государство, не знаю, там, биологический вид, да, инопланетяне, если, может ли он подтягивать до своей высоты вот кого-то? Нуждается ли кто-то в этом? И как и вот эту страшную, совершенно, ну, как бы излишнюю меру насилия, меру, значит, дикости каким-то образом уменьшить, да, каким-то образом спрямить путь Арканара от исходного состояния, да, с руматой, до вот той будущей Арканарской коммунистической республики. Ну, не будем забывать, когда писали Стругацкий. Ну да, да. Вот. Верите ли вы в это? И есть ли вообще способы? Нет, я не верю. Не верите? Нет. И книга, наверное, во многом об этом. Ну, мы договорились без спойлеров. Да, да, да. Там-то в книге-то по сюжету не всё удаётся. Но с другой стороны... На самом деле они... Я понимаю, что пока вот самая первая вот такая мысль, которая возникает, и мне, да, очень многие об этом говорят, что вот прям сразу отсылочка к Стругацким такая мощнейшая. И, ну, да, есть такой грех, но на самом деле у них другие задачи, ну, то есть у них другие задачи, они не спасают этот мир. Сейчас будет спойлер. Не надо, не надо спойлеров. Другие задачи, и они как раз напрямую связаны с тем, что, мне кажется, будет интересно юным читателям. Это тема любви, это тема, значит, индивидуального поступка для каждого, да, потому что нельзя спасти всех, нельзя перевернуть мир, но ты можешь сделать здесь и сейчас то, что сочтёшь правильным. Это очень хорошо. Это действительно правильный ответ, на мой взгляд, да. Но соблазн прогрессорства настолько силен, настолько силён, настолько эзотизирует нас. Да, понимаете, вот в этом весь трагизм Алёхина, например, потому что ему очень трудно удержаться при всей его силе, при всей его, при всём его понимании всего, им очень трудно от этого удержаться. И будем дальше смотреть, получится ли у него. Понятно. Но там не только это, и хотя, да, ну вот, в Стругацких не только я увидел, но есть, например, у Урсула Легуин такой рассказ о счастливом городе, живущем в сплошном празднике, поющем и так далее. По-моему, город Мастеров называется, я не помню. Значит, который, цена вот этого преуспевания мира, значит, гармонии между жителями, это не просто так, экономическое благополучие, да, это цена очень страшна. Она микроскопическая, она заключена в одном единственном персонаже, да, который, которого нам показывают далеко не сразу, сначала нам долго и красочно расписывает любимая мной Урсула, да, как они там хорошо живут, какие празднества в городах, какие стены, о, как прекрасен ООН и, значит, всего по ООН. И вот, если говорить о Кьяре, то в городе Суэк тоже существует некоторый ритуал, да, конечным результатом которого является не только величие и могущество Суэка, но и, значит, минусование каждый год одной, значит, прекрасной девушки. Все хорошо, да, дракон не насытен, вот. Ну, благо и девочек в городе полно, да, то есть, как бы, новые подрастают. Вот цена, та самая знаменитая слезинка ребенка по Достоевскому, да, цена счастья, которую платят. Нет, существует множество красивых обрядов. Например, дождь Венеции венчался с морем. Это было невообразимо красиво, то есть, торжественное плавание, там, вот это вот корабль его, он бросал в воды драгоценное кольцо и до конца своих дней оставался как бы вот в браке с Венецией, с морем. Вот, да. Здесь тоже это все носит откровенно магический характер, но суть остается сутью. Куда исчезают, значит, мы не скажем, конечно, девушки, но вот оно того стоит, оно вообще допустимо в этом мире. Вот где походит та грань, которая отделяет возможности от невозможности существования? Ну, в книжке же все сказано. Надо намекнуть, потому что аннотация как раз вот ставит эту сказку, и мы сразу все понимаем. И нам кажется, судя по аннотации к Яре, все же просто. Надо убить дракона, спасти принцессу очередную, к сожалению. Предыдущие уже там пылятся, вот, а эту еще можно. Мне кажется, вообще нет… Это невозможно вообще измерить. Невозможно и допустить невозможно. я даже… При всем при том, что я это написала, я не могу вообразить, что могло бы, ну, например, меня подумать, что… Ради чего можно было бы принести в жертву кого-либо? Трудно очень говорить, ничего не рассказываю. Да-да-да, я очень хорошо понимаю. Ну, мы просто как бы… Да, мы не понимаем, что… просто… Мне кажется, вся сила Кьяры, ну, я сейчас имею в виду не книжку, а героиню, да, этой девочки в том, что она усомнилась. Ну, то есть человек, который вырос во всем этом, то есть она же не пришла откуда-то, она в этом выросла. Она знала, что так было, и спокойно, и не было варианта, когда бы было по-другому. И, опять же, конечно, когда писала, я задавала себе вопрос, если бы не Доната, а если бы не мама, если бы не папа, а как бы… Как бы это тогда происходило? И смогла ли бы она сделать то, что сделала, если бы… Донату бы не заметили, и если бы взяли бы не её, а сразу Кьяру из благополучного дома, а не из садов? Это очень важный для меня вопрос, на который я не знаю ответа. Я потому что не знаю, это… Дана была ей эта сила, или же она её взрастила через свои потери. И на самом деле весь смысл в том, что никто из нас не знает про себя. Мы не можем… Ну, ни один человек на свете не сможет ответить на этот вопрос. И мне эта книга, она… Она, конечно, была трудная, и… При том, что я её написала запойно, я вам честно скажу, вот просто на одном дыхании с первой фразы и до конца, вот в такой… Вот просто… Для меня она трудна, потому что… Весь путь мне пришлось не на самом деле прожить, вот прям по-настоящему, потому что я не знала ответ ни на один свой вопрос. Я не понимала… То есть я понимала, что вот пока дорога идёт так, она будет делать так. Но если бы вдруг не так, то как? И мне кажется, что то, что она там делает, и все её ошибки, и самая её чудовищная ошибка, связанная с разговором с королём, и все-все-все её вот эти вот задачи, которые она себе ставит и которые выполняет, или наоборот, выполняет так, что лучше бы ты не ссувалась туда, девочка, они в итоге и приводят её вот к этому последнему поступку, который, конечно, я сама себе задавала этот вопрос, когда же она становится пряхой, и понимала, что не тогда, когда она прыгает с корабля, и не тогда, когда она там уводит остров, самый главный её поступок – это прийти на площадь самой. Да. Потому что первое, что нужно сделать, это убить дракона внутри себя, у которой есть страх. Потому что это ведь только кажется, что она такая отчаянная и совсем бесстрашная. Ей, конечно, в садах уже нечего терять, но очень, у неё же постоянно, у неё же постоянно появляется искушение. Она потеряла одно, другое, но у неё всё ещё оставалось доната. Она потеряла доната, у неё появилась рия, она теряет. То есть, и она всё время, ей всё время жизнь ей подсовывает. Девочка, на тебе, успокойся, у тебя есть что беречь, у тебя есть что любить, охраняй вот это, это твой якорь, будь здесь. Леда ваша, не даром же ей вот это вот всё время, как бы, она её пытается оттащить таким образом. Но, но в этом и есть её поступки. Преодолеть даже любовь. Преодолеть ту любовь, которая держит. Преодолеть страх потерять любовь. Вот как-то, как-то так кажется. Да простят меня все ценители классики, в частности, бессмертной пьесы Шварца, ну и всего, что создано, и сценария Горинского, и фильма знаменитого, да. А это будет глубже, чем убить дракона. Вот когда прочтёте, вы увидите, что это действительно, там есть нюансы переживаний, которые не считываются в гениальной пьесе, повторюсь, Шварца, потому что она во многом немножко более такая, там динамика нужна, театр есть театр. Там они должны совершать какие-то действия, движения. А здесь ты замиранием сердца следишь, как персонаж совершает свой выбор, дозревает до этого выбора. И надо сказать, что по сравнению с СМИ, вот, и уж тем более, если говорить о Тайри, на третьем томе, который выйдет, вот-вот, это будет, ну, я бы сказал, неповиновение персонажей. Такое ощущение, что что-то разогревается, раскочегаривается, и они у вас уже дальше совершенно самостоятельно себя ведут. Ну, такие правчонки противные. Что? Такие правчонки бредные и ужасные. Ой, ну что вы говорите, а то мы не знаем. Ну, что взять с девчонок? Ну, правильно, тем и хороши книги, что, да, обязательно будет такой противоречивый букет эмоций по отношению ко всем. Вот у нас Тайрин в прекрасном городе Рили. Еще одна локация. Сразу, она Тайрин. Тайрин. Ой, спасибо большое. Это важно, потому что ударения, как бы, нет, и читаешь, как читаешь. Да, Тайрин, конечно. Да, и звучит лучше, и сразу, ну, там есть отсылки. Ну, вот прекрасный город Рила, да, значит, и Тайрин там у нас в Штирлиц. Это совершенно точно, потому что она ведет двойную жизнь. Это такой архетипический, опять же, образ, это все понятно, да. Но мне что очень важно и что дорого, да, что в этих своих вот тайных делах, да, она служит чему-то большему. Она не просто бережет Родину в душе, да, она, значит, пытается сделать что-то доброе, что-то, перепрыгнуть границы самой себя, совершить что-то большее, чем ей отведено. Как, собственно, это было из Кьяры, как этой СМИ, которая вообще соединила несоединимое, да, невозможное. Вот. У меня к вам вопрос. А стоит ли давать такую надежду детям, читателям, что они действительно смогут что-то совершить? Или каждый из нас будет свою хафаварию в душе хранить, да, вот, и там вот в этом своем мирке быть добрым, светлым, волшебным, который, да, внутри, осторожно будет совсем другая реальность. Ну, это сложно. Ну, всегда хочется дать надежду, всегда. Что бы ни было и что бы ни происходило, мне кажется, что мы должны не то чтобы быть готовы к подвигу, но мы должны понимать, что от нас тоже что-то зависит. Ну, по крайней мере, очень хочется верить в то, что от нас тоже что-то зависит. Даже если ты сможешь всего лишь дать надежду еще кому-то. Для меня в этом смысле очень важен образ Тинба, ее брата, который... Ну, то есть, по большому счету, для меня это такое, как это сказать, возвращение блудного сына, история Тинба. И для меня очень важно, что она смогла это сделать. Никакие же разговоры не помогали. Как бы она с ним не билась, она не могла справиться, пока она, ну, не знаю, не принесла себя в жертву. Невольно, там, я не знаю, что, спойлер? Ну, условно назовем это так, но это не совсем спойлер. Ладно, осторожно, не проговариваемся. Еще раз повторю, все связано, все сюжеты как бы пересекаются между книгами. Их действительно можно читать в любом порядке. Правда, это отдельная самостоятельная история, но мир выстраивается в единое целое из мозаики, если вы прочтете все три и все следующие части, которых, опять же, очень ждем. Ну, последнее, что я хочу сказать о семи пряхах, это то, что, несмотря на увлекательнейшие вещи, биографии персонажей, какие сюрпризы нам преподносят персонажи, какие, значит, флешбеки появляются, там, возвращение в прошлом, это все мастерски сделано. Самое главное, наверное, это все-таки живая жизнь, которая явно выбивается из декораций, как ребята у нас в первом томе не укладываются в образы бродячих циркачей. Они очень стараются. Действительно, самая подходящая легенда для прикрытия путешественников такого рода, но у них не очень получается, честно скажу. Так и во всех остальных. Есть очень зловещие эпизоды, которые обязательно надо прочесть лет 12-14, о приюте, о садах, о таких вещах, которые, ну, в общем, ребенку надо знать, потому что это стойкость воспитывает, и какие-то вещи важные в душе. И в связи с этим, опять же, в связи с тем, что вы находитесь на границе жанров, точнее, больших областей литературы. И это вовсе не фэнтези, и сказка, и не фантастика, и антиутопия. Это детская литература и взрослая литература. Провокационный вопрос. Чем отличается детская литература от взрослой? На ваш взгляд? Не знаю я. Никто не знает. Вотовой вопрос провокационный, да. Я правда не знаю. Я раньше думала всегда так, что... Отличие только в одном, что в детской литературе всегда должен быть какой-то свет в конце туннеля. То есть ты должен всё равно ребёнку давать надежду, ты должен всё равно понимать, что тебя читают дети, они могут не заснуть потом ночью и так далее. Но именно вот на этом цикле, пока я его писала, я... Ну, понимаете, я бы могла, конечно, в Киаре, например, не называть вещи своими именами, и поступать как Леда Ваште, и всё время прикрываться какими-то иносказаниями. Но я тогда смысла не вижу. И раз уж... Ну, мы же все понимаем, что с девочкой не только 12+, как они маркированы, эти книги, но и гораздо раньше, могут произойти такие страшные вещи. И не то, чтобы я хочу вот прям всех опунуть в какую-то жёсткую социалку, но мне кажется, важно говорить об этом всё равно. Конечно, важно. Я не могу сказать, вот где заканчивается детская литература, где заканчивается взрослая. Возвращаясь к началу нашего разговора, я училась у Михаила Петровича Лобанова в литературном институте. И когда я рыдала и просила отпустить меня на детскую, потому что я взрослого ничего не пишу. Он ненавидел детскую литературу яростно. Он много лет работал в «Пионерской правде» и ненавидел детскую литературу, о чём прямиком нам всем заявлял. И когда я начала вот прям рыдать и говорить, пожалуйста... Ну, понимаете, на взрослых... Вы же учились, вы же понимаете, что на взрослом семинаре обсуждать детское очень тяжело, потому что ещё вот там такие брутальные дяденьки сидят, которые вот размазывают тебя сокровным слоем. Вот. И он мне тогда очень строго так сказал, «Дорогая моя, нет литературы детской и взрослой. Есть литература хорошая, есть плохая». Я жутко обиделась и ушла, размазывая сопли и слёзы по лицу. Но чем старше становлюсь, тем всё-таки вот больше склоняюсь к этому. Что, может быть, действительно зря мы как-то вот совсем так это разделяем, может быть, действительно границы размыты и нет особо... Я не знаю, потому что темы абсолютно точно с детьми можно обсуждать любые. Любые, конечно. Только подходящим языком и... На каждый возраст своим. Конечно, если бы эту историю, эту же историю я рассказывала для пятилетних детей, наверное, я бы... Ну, ясное дело, что я бы рассказывала её по-другому. Ну, вероятно, да. Но книги написаны в полную руку, в полную силу, без всяких скидок на возраст читательниц. Вот. Это не значит, что там понапихано что-нибудь такое, что взрослые, я бы сказал, свадострасно ищут в современной культуре массовой, в телесериалах. Ну, ни для кого не секрет, чем привлекательна «Игра престолов». Правильно? Вот. Откровенностью, с которой она снята. Откровенное восхищение насилием, грубой силой, злом, которое, значит, демонстрируется. Вот. Оказывается, человечеству это нравится. Человечество с удивлением узнало это о себе в 20 веке, ужаснулось, и теперь как-то учится с этим жить. Да, мы такие. Вот. Мы пытаемся воспитать наших детей таким образом, в том числе в книгах, чтобы они всегда делали на это поправку. Нету никаких солнечных полянок с веселыми зайчиками. Вот. А если есть, то это как раз самое страшное место, потому что за кустами как раз сидит Стивен Кинг и записывает все, что сейчас будет случаться. Вот. Значит, «Семь пряха» – это все-таки оптимистичная книга. И она, вот, мне кажется, оптимистична именно в том, что, что бы ни происходило, в каждом конкретном месте, в самых страшных местах, там есть сожженная деревня, там есть… Да, я не буду все перечислять, не надо. Сами прочитайте, ужаснетесь, но будете постоянно чувствовать. Есть некая гармоничная такая сила. В данном случае это у нас прекрасный автор, который не оставил нас в бездне отчаяния. И эта сила выводит, вывозит эту ситуацию, вытаскивает ее из пропасти, да, и даже несмотря на то, что некоторые очень печальные места, в конце концов мы верим, что вот пряжа будет, будет вот эта ткань, да, мира, которой можно любоваться. Как говорит Мия, сколько у нас здесь всего, вспомнила, да, представив себе мир как книгу с картинками. Это действительно прекрасно, это так и есть. Вот. Ну и еще пара шутливых вопросов, которые, конечно же, нужны. Вот если бы вам довелось пообщаться и подружиться, возможно, или чем-то совместным заняться, да, затеять совместное предприятие, дело, из сказочных и фэнтезийных персонажей, кого бы вы выбрали? Вот я бы хотел жить в лесу с Винни-Пухом, вот, а у кого-то какие-то другие мечты, а у вас? Ну, шат, я бы, наверное, хотела бы с Гэбом, Урсула Легуин, и Стифани Болин. Блестяще, просто, просто. Я бы точно хотела бы что-нибудь затеять интересное. Отлично. Вот, это такая маленькая подсказка зрителям, читателям, чтобы они знали, что вам нравится, и, может быть, тоже подружились бы с этими в своих воображаемых мирах персонажами. Ну, и традиционная просьба, обязательно всегда это прошу, пожелайте что-нибудь читателям, но, чур, не прочесть ваши книги, потому что они и так их прочтут, уверяю вас. Тамара – это замечательный цикл, от которого невозможно оторваться. А просто нашим друзьям, которых это удовольствие только ожидает. Спасибо большое, Дмитрий. Очень мне приятно от вас это слышать. Пожелать. Мне хочется, чтобы каждый человек слушал в первую очередь своё сердце. У нас, конечно, нам это трудно. Вообще трудно слушать своё сердце, когда вокруг так много громких голосов. Но мне бы хотелось... Мне хочется верить, что всё-таки наш внутренний голос, голос нашего сердца, голос нашей какой-то... Ну, такой вот души, скажем так. Даже если он нашёптывает еле слышно, мне хочется верить, что он пробьётся через все лозунги и все самые громкие голоса. И хочется верить, что те, кто читают книги, они всё-таки услышат свой голос и смогут его донести до всех остальных. Читать и беречь свой голос, слушать своё сердце. У классика итальянской детской литературы Бьянки Петсторна есть такая повесть «Послушаемое сердце». Это очень здорово сказано. Спасибо большое. Спасибо большое за раку. Спасибо. Будем ждать следующих книг. Очень ждём. Спасибо. Старство, что будет дальше. Спасибо большое вам. Надеюсь, что скоро. До свидания.